Телерадиоканал Страна ФМ Коуч по биохакингу Биохакер с 12-летним практическим опытом Сертифицированный инструктор по йоге Создатель систем Восстановление физического и психического здоровья Система называется ДНК-биохакер Я же нигде не ошибся Давай мы сейчас этой теме интересной посвятим Тем более, что она сейчас в тренде Люди активно этим интересуются Но прежде давай напомним, что у нас состоится В ноябре международный фестиваль Спорт и здоровый образ жизни СНПро Экспо Форум, так он называется, в Сокольник Он пройдет с 8 по 10 ноября Пройдет в пяти павильонах Это в Сокольник, как я уже сказал Ты один из его участников Давай вкратце пару слов об этом Как получилось, что ты там оказался В числе участников И что ты будешь там представлять Потому что круг твоей деятельности Он более чем обширный Ну да, есть такое дело На самом деле, произошло все очень интересно На одном из выступлений Присутствовали представители СНПро Посмотрели, что я говорю О чем я говорю Потом подошли и предложили Сделать отдельную панель По биохакингу И раскрыть не только тему физического здоровья Которая обычно на СНПро раскрывается То есть мы знаем там огромное количество Разных там производителей И всего-всего И именно раскрыть тему биохакинга Как целостного подхода К развитию человека И к здоровью человека То есть не только физическое здоровье Но еще и психическое, душевное, ментальное Можно так сказать Ну смотри Вот поподробнее Все-таки это будет в форме лекции Какой-то проходить Или как? Потому что ну там здоровое питание Понятно, да? Люди могут посмотреть баночки Там попробовать может быть это, да? Или там Кто занимается конкретным фитнесом Допустим Можно там небольшой мастер-класс устроить У тебя как это будет происходить? Это будет, да Такой небольшой Семинарно-лекционный блок Может быть какие-то там Практические сделаем штуки Но в основном это будет общение Общение с аудиторией То есть именно раскрытие темы Натурального биохакинга Что это такое И почему это доступно всем и каждому И почему не нужно забывать Именно о физическом Вернее не о физическом Как раз о психическом здоровье Да Не только упираясь в здоровье Физического тела Хотя многие люди и об этом забывают Слушай, ну давай начнем тогда Да собственно мы об этом и будем говорить Сегодня конкретно о биохакинге Вот о вашей системе Которая сейчас набирает обороты Я так понимаю, правильно же? Для многих людей все слышали сейчас Потому что эта тема такая Очень популярная Очень трендовая Вот мотивация Коучинг, биохакинг У них есть общее, правда же, да? Общее есть Потому что все это связано С развитием человека И с раскрытием его потенциала Который заложен в каждом из нас Просто если мы берем Чаще там психологию коучинг Такое более распространенное Это работа с головой в основном А биохакинг Это работа не только с головой Но еще и с телом То есть я под понятием биохакинг Чтобы проще нашим зрителям было Ну вот чтобы все понимали Потому что все слышали слово Многие наверняка не знают четкого определения Что это такое вообще на самом деле Разное есть объяснение У меня объяснение очень простое Это система раскрытия Биологического потенциала человека Вот в двух словах это так А если чуть пошире То это система и методика Которая развивает физическое Психическое здоровье человека То есть восстанавливает Или его развивает Раскрывает способности, таланты И возможности заложенные в нас И как результат итоговый Это более здоровая, счастливая И долгая жизнь Ну к чему собственно все и стремятся Я тебе скажу Потому что я сам знаю Некоторые люди пугаются Этого названия биохакинг Но исходя из определения Био это наш организм получается Да, грубо говоря Хакинг это что-то взломать Взломать организм И тут люди О, я не хочу ломать свой организм Подождите, у меня есть гены Генетическая история и так далее И прочее Давай мы вот об этом подробнее поговорим Чуть позже Сейчас мы сделаем небольшую паузу Друзья, как всегда 3-4 минуточки И мы к вам вернемся Доброе утро Друзья, вернулись к вам Еще раз доброе утро Никита Метельцев У нас сегодня Коуч по биохакингу Давай так коротко просто Потому что мне кажется понятно Из этого определения все Слушай, так вот Давай сначала начнем В смысле Сначала биохакинга Существует ли какая-то Ну вот мы за эфиром сейчас поговорили Но никто не слышал Повторим все-таки Биохакинг Есть какая-то точка отчета И какой-то конкретный человек Который сказал Вот да, я получил патент Может быть, да Это я изобрел Это мое понятие Мое определение Или как-то это вот Какой-то собирательный образ Всего, что было И потом все это вот Вылилось в то, что мы называем Биохакинг Сейчас уже В какой-то степени Это да, такой собирательный образ Просто биохакинг Разделяется на Несколько таких основных категорий То есть есть такой Радикальный биохакинг Где биохакеры уходят Прямо в тестирование На себе препаратов разных Которые якобы Продлевают там молодость Да, продлевают жизнь Многие из которых не всегда разрешенные Будем говорить правду Да, бывают такие люди Да И сочетание многих из которых Тоже непонятно, как работает То есть я не за такой биохакинг То есть наоборот Тестируют на себе Да, ну зачем На самом деле Мое видение биохакинга И биохакинга Которым сейчас очень многие В Силиконовой долине Стали заниматься А почему именно там Как мне кажется Причем это несколько лет назад Очень такой сильный тренд пошел Потому что там очень много предпринимателей Которые хотят быть Наиболее производительными Которые хотят те деньги Которые они там зарабатывают Дольше тратить Естественно и дольше Жить счастливой такой Здоровой жизнью То есть именно это там Начало распространение И может быть недавно Да, там все слышали Там Павел Дуров Тот же самый небезызвестный У которого есть доступ К информации Очень широкого спектра Да, почему-то вдруг Начал голодать Очень многие продукты Исключил испытания Да, он сказал, что месяц Я не буду есть вообще практически Практически Воды ничего Да, это на самом деле Для Если правильно подходить К этому вопросу Для глубинного очищения Организма На клеточном уровне Это реально работает Я знаю человека лично Который голодал 50 дней Который излечил Многие врожденные заболевания Слушай, но здесь ссылочку Наверное, мы все-таки сделаем Да, это не для всех Народ не ломанулся Голодать на 40 дней Там на 50 Это нельзя Наверное, надо посоветоваться С врачом прежде всего 100% Оценить свое состояние организма Да, чтобы у тебя не было Какой-то хроники там Да и так далее и прочее Да, чтобы все это безопасно прошло По поводу Дуру Я хочу к нему вернуться Смотри Ну вот мнение такого Обычного человека Обывателя Да, Дуров это Миллиардер Не рублевый У которого все замечательно В плане карьеры У которого есть и телеграммы Вот новый проект Он запускает И так далее и прочее То есть казалось бы Зачем ему это То есть Ну куда еще больше Производительность Да Разве это возможно Вообще Еще больше что-то делать И продуктивнее Зачем он это делает Возможно На самом деле У нас же все-таки У всех есть желание Здесь прожить Более долго Счастливой жизнью И на самом деле Биохакинг Это и раскрывает Просто я вкладываю В понятие биохакинг 27 элементов То есть вот Создав свою систему Я вложил Те элементы Которые не входят Ни в какую другую То есть есть понятие ЗОЖ Например Куда входит там Спорт Например Питание Питание Сон Более-менее режим дня Это самое основное Такие три основных момента А в биохакинг Также вкладывается Еще и медитация То есть работа со стрессом Нахождения целостности Внутри себя Дыхание Правильное Осознанное дыхание Многие методики Дыхательные Которые излечивают От болезней Они просто Большинству людей Недоступны Их скрывают К сожалению Мы же понимаем На самом деле Что в основном В каком мире мы живем Слушай, ну подожди Вот здесь я тебя привел Потому что интересный момент По поводу скрывает Это вот Граничит для меня С теорией заговора Есть сторонники ее Есть не сторонники ее Кто это Зачем кому-то нужно Это скрывать Скажи мне, пожалуйста Я думаю, что сейчас Сильно в эту тему Ходить не стоит Но мы понимаем Прекрасно Что огромные Фармацевтические холдинги Мировые Обладают миллиардными Оборотами И стоимость В среднем Если взять Себестоимость Любого медицинского препарата Который продается в аптеке Если он в аптеке стоит Там 500 или 1000 рублей Его себестоимость Обычно Может и в сотню раз Быть меньше Слушай, ну я вот здесь понял О чем ты говоришь Вот здесь ответ принимается И претензий к твоему ответу Нет никаких Абсолютно Потому что понятно О чем идет речь Это большие деньги Большая индустрия И так далее Ну что, друзья У нас вновь небольшой перерыв Мы уйдем на рекламу Послушаем песню Потом вернемся И продолжим Друзья, телерадиоканал Страна ФМ Доброе утро Никита Метельцы Коуч по биохакингу Сегодня у нас в гостях Никита, доброе утро Еще раз Доброе Слушай, мы все время Каждый выход Мы начинаем все с чего-то Ну так получается Мне кажется Совершенно справедливо Очередное начало Будет прямо сейчас Человек Который посидел Почитал, что называется репу Задумался о том Что в его жизни Как-то и думает он не так И может быть чувствует И с окружающим миром Проблемы и здоровье Немножечко тоже не то Вот если он решил Заняться биохакингом Или всем тем Что рядом с ним Вот с чего ему Нужно начинать Вот первое Второе Третье Что он должен сделать Первое Если есть какие-то Текущие проблемы Со здоровьем Однозначно Сдать анализы Это первое То есть понять Есть ли какая-то Нехватка Каких-то микроэлементов Или дисбаланс Возможно гормональный Возможно еще в чем-то Там это большая Обширная тема То есть это первое Если никаких проблем нет Просто упадок сил Энергии Хочется Как-то в общем Больше Больше жизненности Больше Сфокусированности Может То начинать Нужно с очищения Организма В первую очередь И постановки питания То есть это база Первое Нужно понять Что мы Строим свои клетки Из того что мы едим И из того что мы пьем Если мы едим И пьем Более адекватную еду То мы строим Свои клетки Ну более правильно А нужно понимать Что клетки Копируют друг друга В нашем организме Если клетка загрязнена У большинства людей К сожалению Клеточки достаточно загрязненные Ввиду того Что мы живем В не пойми какой экологии Не пойми каким воздухом дышим И так далее И так далее Еда конечно Пальмовое масло И так далее Да 80% еды По мне Магазинные Это не более чем Ну временный Извините Корм Ну вот Ну к сожалению Вот так почему-то Ну все есть бизнес В основном И чтобы прокормить Миллионы людей Делается все на поток Да И мы сами с вами знаем Что такое там Комбикорма Вот И многое-многое другое Не говоря уже там Об антибиотиках В еде просто И сахар И так далее И так далее Просто Суть в том Что почистить У нас тем более Заложены механизмы Самоочищения Их нужно уметь Просто запускать Можно вплоть до Клеточного Глубинного уровня Самое крутое Что человеческий организм На 90% Обновляется Может обновиться За 90-100 дней 90% клеток А полностью Могут все клетки Регенерироваться Вплоть до Глубинных клеточек Органов За примерно 10-12 лет То есть Если знать Как себя восстановить Мы можем себя Действительно восстановить Как говорит Один замечательный человек Которому 75 лет Который чувствует себя Замечательно Которому Ребенок у него Ему два с половиной года Он говорит Здесь вот молодец уже Будет хорошо Да То есть все в порядке Александр Михайлович Саилов-Дерябин Хороший мой товарищ Можно так сказать И он говорит Что неизлечимых болезней Не бывает Есть неизлечимые пациенты И некоторые болезни Есть в теле А некоторые Есть в голове Так вот Начинать нужно С питания С очищения организма Больше пить воды Чистой Хорошей воды То есть не соки Компоты Кофе В день Ну даже не обязательно Три Полтора-два Уже будет вот так Большинство людей И литр не выпивают Это имеется ввиду Именно вода Это не суп Там не компот Не соки какие-то Чистая вода У меня был опыт Просто я изучаю себя Своё тело Я видел клетку своей крови Под микроскопом Когда я специально Вот выпил Меньше воды В этот день И посмотрел То есть там прям вот Клеточка на клеточке Эритроцит и лейкоцит Они прям вот такие Не слипшиеся Но прям друг на друг То есть плазма крови Ненасыщена водой Это прям видно И текучесть крови Сразу снижается А потом Я раз выпил воды Около литра Хорошей своей Которая быстро Сразу всасывается И мы смотрим Кровь буквально Через 40 минут Всё кровь прям Всё такое прям Пластичное И совсем другой вид То есть это действительно Работает А закислённость организма Ввиду того Что большинство людей Ест Пьёт Она приводит Как раз к старению К болезням К болезни мочеполовой системы К тому Что у нас сейчас Проблемы с репродуктивностью Вообще То есть очень многие Не могут даже забеременеть Не говоря уже об ожирении О диабете второго типа О диабете второго типа Им сейчас болеют 500 миллионов человек в мире Там 480 А по факту Я вам скажу Не по секрету Он излечим И Представляете Вот Классическая ордотоксальная медицина Людям выписывает На всю жизнь Колоть инсулин Да Потом у людей У многих Инсулинорезистентность То есть они уже То есть это уже Серьёзная проблема Внутренняя И По факту Если Грамотно Нутрициолог Подберёт Определённый препарат Вот здесь как раз О препаратах Два слова скажу Очень важных На самом деле Потому что Как бы вы правильно Не питались Всё равно Очень много Микро-макроэлементов Так называемых Нутриентов Человеку не хватает Йод Омега-3 Магний Витамины группы В И ещё Никита Ну смотри Вот эта же комплексная история Получается Я об этом хотел Чуть подробнее поговорить Мы сейчас сделаем Небольшую паузу Вновь несколько минут Друзья И к вам вернёмся И продолжим Первый И единственный В России Самый яркий Самый музыкальный Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Друзья Доброе утро Ещё раз Никита Метелиц У нас Коуч по биохакингу О нём собственно Мы продолжаем говорить Мы с тобой Никита Остановились на витаминах И вот Прервались на небольшую паузу Давай вернёмся К этой важной теме Да Ну я хочу озвучить Буквально несколько Самых важных Которые сейчас На уровне масштаба страны То есть это уже Вопрос национального масштаба На уровне президента Это йододефицит Который примерно У 80-90% нашей страны К сожалению Откуда получать йод? Да Ну например Мы думаем Что есть там Печень трески Есть Вот мы знаем У многих водоросли Сразу Вот слушай Простите Я перебью Ты в очень интересную тему Просто сейчас зашёл Существует два мнения Да И в том числе И врачи говорят Одни говорят Мы не дополучаем Из обычной еды Витамины Микроэлементы И так далее И прочее Поэтому нужно пить Какие-то комплексы Да Искусственно созданные Другие говорят Что их пить наоборот Нельзя Потому что Всё нужно регулировать Только с помощью пищи Там есть всё Что нам нужно Нужно просто К этому грамотно подходить Вот где правда Скажи Есть отличный ответ То есть смотри Есть биологически усваиваемая Форма Нашим организмом И биологически усваиваемая Это как раз Продукты питания Есть продукты питания Которые можно назвать Суперфудами Суперфуд в двух словах Это растительный продукт питания Именно растительный Который содержит в себе Огромный Вот такой Нутриентный состав Что такое нутриент Это как раз Аминокислоты Витамины И минералы Ну что же Например Например Суперфуд Например Спирулина Ламинария Или фукусы Это водорослевые То есть в спирулине Содержится огромный Микро-макроэлементный состав Но не содержится Например йод И полисахариды Которые содержатся Именно в бурых водорослях Это фукусы Ламинария Вот мы знаем Остров Окинава Как один из самых таких Одно из самых мест Где дольше всего Живут люди Они из поколения В поколение Передают определенные Принципы жизни Один из них Это как раз Более адекватное питание Да И они постоянно едят Тоже водоросли И репродукты В которых тоже содержится йод И йод в биологически Усваиваемой форме То есть И его излишки Из нас выйдут А если мы берем Химический йод Йодин Например Которым Обогащают поваренную соль Вот делают Йодированную соль Это спасает людей От йода дефицита Но если человек будет Много потреблять Такую соль Во-первых Поваренная соль Не самая полезная Если уж соль И употреблять То четверговую Которая у нас была На Руси раньше Да Черная соль Есть такое понятие Или розовую Гималайскую Ну в крайнем случае Там морскую А поваренная соль Знали бы вы Как ее производят Ну вот Если туда еще Добавляют химический йод И человек постоянно Все солит То есть вероятность Наоборот То что у него Этот йод Будет очень сильно накапливаться То есть химический йод Накапливается Вот А если в биологически Усваиваемой форме То организм Все что нужно Берет А все что не нужно Выводит И в этом фишка Суперфудов Дальше например Семена чия Или лен Лен который Тоже мы По факту Особенно женщинам Он необходим Там много чего Содержится Те же самые Омега-3 Которых сейчас Многим не хватает Людям И говорят что Омега-3 это лосось Да Это красная рыба Ну это рыбий жир Считается Да Или рыбий жир В рыбьем жире Есть омега-3 Но есть три разных вида Омега-3 Я сейчас не буду Уходить там в понятия Вот не надо Заботимся Да Да По факту На самом деле Можно действительно Восстановить Вот эту нехватку Просто есть Так называемые Незаменимые аминокислоты И полиненасыщенные жиры Которые у нас В организме Не создаются То есть у нас Есть микрофлора Кишечника Микробиота Уже есть целый Институт микробиоты Который говорит о том Что вообще Есть кишечный мозг Там 2-3 килограмма Бактерий Живых Которые по-хорошему Должны быть природные Симбиотные Которые Сама природа В нас создала И наша задача Их восстановить Это очень важно И она может создавать Практически Ну практически Все микроэлементы Очень много Но там Около Там двух десятков Мы должны Извне Получать Как раз это Йод Омега-3 Как полиненасыщенный жир И например Семена чия Или лен Они этот вопрос решают Грецкие орешки Тоже этот вопрос Решают очень серьезно Слушай Ну картина красивая Конечно складывается Я все равно С твоего позволения В бочку меда Шикарную совершенно Добавлю ложечку дегтя Маленькую А ты вот Пожалуйста Ответь мне на этот вопрос Смотри Это история комплексная То есть Ну нельзя Не сказать Что я сегодняшнего дня Перестаю есть сахар полностью Потому что он вредный Белые смерти Сократите И все И у меня все будет замечательно Или я начинаю Сегодняшнего дня Допустим Высыпаться Или я начинаю Только медитировать Ведь все работает в комплексе Так к чему я клонюсь Слушай Ну если все будут высыпаться Значит некому будет работать По ночам А такие профессии существуют Или что-то еще То есть ну мне кажется Что реально вот Ну все человечество Не может соблюдать Все вот эти пункты вообще Сто процентов Все человечество Не может соблюдать Все эти пункты И очень хорошо ты сказал Я в свое время Собственно первоначально Я вообще предприниматель И у меня строительная компания Была сантехническая Даже два магазина здорового питания Когда-то тоже были Ну еще несколько разных направлений Я просто Вот мне скоро 30 Буквально через две недели И уже там в 21 год примерно Я пришел к тому Что у меня энергия То больше То меньше То у меня психика скочит А я вообще был Очень вспыльчивым И нервным То есть от чего я как раз И пришел к медитациям То есть мне Я с помощью медитации Научился себя лучше контролировать Потому что действительно Я мог просто взорваться Очень жестко Как на родных Так и на сотрудников Просто вот прям Действительно И вот эти все элементы В той или иной степени Как я считаю Люди Любой человек Независимо от того Чем он занимается Независимо от того Какой у него достаток Он может применить В своей жизни То есть более осознанное Правильное дыхание Да То есть всеми легкими Да То есть диафрагмальное дыхание Включить То есть например Медитировать Это же не сложно И это денег никаких не стоит Например Есть орешки Грецкие орешки По поводу высыпаться Да Я согласен Есть ночные профессии Где Человеку Человек вынужден Подстраиваться И перестраиваться А в этом есть основная проблема То что у нас есть Так называемая Штука Которая называется Эпифис Здесь Это железа В головном мозге И она Преимущественно с 10 вечера До 3 часов утра Вот в эти 5 часов Выделяет Ну синтезирует Можно так сказать Мелатонин Возможно ты слышал Да Этот гормон Ну конечно Это гормон молодости Это гормон долголетия Это самый мощный антиоксидант Который у нас В организме Еще надпочечники Его тоже делают Ну в небольшом проценте Он у нас восстанавливает клетки Он регулирует Очень серьезную работу Всей эндокринной системы И если мы не спим В это время Если допустим Мы ложимся постоянно В час В два В три ночи Или того там В 6 утра То мы просто Не даем возможности Ему синтезироваться В том проценте Который должен быть И по сути Мы сами сокращаем Свое здоровье А мелатонин Также отвечает За восстановление Психики И почему сейчас Большинство людей Имеют проблему Вот как раз С психикой То есть стресс Если Может быть слышал Всемирная организация Здравоохранения Стресс называют Тихим убийцей И это уже вторая По величине Проблема Мировая И Если мы Не высыпаемся Если мы Не умеем справляться Со стрессом То есть медитировать Или управлять Своим дыханием Потому что Вот есть же классическая Такая вещь Психологи ее включают То есть Глубокое дыхание Да То есть если нервничаешь Начинаешь глубоко дышать И действительно проходит Это действительно работает И Многие люди Вроде Какие-то вещи знают Но не применяют Ну потому что Это сложная история Понимаешь Потому что Сейчас вот быстренько У нас будет перерыв Договорю пару слов Потому что Многие считают Что стресс Вообще А стресс это не то Что происходит А то как ты к этому Относишься И люди говорят Чего ты нервничаешь Человек Ну я же живой Я не могу не реагировать Вот как раз фишка в том Да Чтобы реагировать правильно На все это Правда же Да Абсолютно верно Давай Никита Сделаем паузу небольшую Мы сейчас прервемся Друзья Ну и впереди у нас еще будет время У меня к тебе огромное количество вопросов Даже не в силу Успею задать еще Но Да Никита Метельц У нас в гостях Друзья Скоро к вам вернемся Первый И единственный Телерадиоканал Страна ФМ Страна ФМ Хочет В нашу страну Друзья Доброе утро Мега интересный разговор У нас сегодня происходит Никита Метелица Коуч по биохакингу Никита еще раз Доброе утро Слушай У тебя нет самодисциплины И в этом мне кажется Абсолютная правда Потому что ты можешь Сколько угодно себя мотивировать Или другие люди Тебя и коучи И все остальные Но пока ты не встанешь Вот на эти рельсы И сам себе не изменишь Ничего не изменится Собственно Но это же вот одна Из самых сложных историй Да Много людей садятся на диету И потом через 3 недели диета Действительно хорошая Строгая Правильная Там человек условно говоря Налупился колбасы И ты у него спрашиваешь Что ты делаешь Он говорит Ну я же могу Я же 3 недели Ты уже сделал Правильный образ жизни Абсолютно Поэтому мне ничего не стоит Вот этот вот самообман Он происходит у многих людей Тоже касается медитации Да Вроде простая история Но человек начинает это сделать И на 15 секунде ловит на то Что он не очищает сознание А у него сразу 10 мыслей в голове Он думает о работе О личной жизни Обо всем остальном Вот скажу в двух словах Первое Во-первых Все диеты это временное То есть диета Она изначально подразумевает То что она временная Поэтому наша задача Сделать такой образ жизни И образ и тип питания Найти свой тип питания Собрать его Можно так сказать Да И чтобы он был В течение всей жизни Не ограничивать себя Там во вкусняшках Например Ну нравится тебе иногда Американо со сливками Или капучино Ну выпей ты его Раз в неделю В две Не надо на нем жить То же самое касается Нравится тебе там Не знаю Блинчики Да Ну ешь их раз в месяц Два раза в месяц Если у тебя будет 90% Или хотя бы 80% Здорового Натурального питания С суперфудами То ничего страшного Что ты периодически будешь Еть какую-то вкусняшку Которая Ну типа Очень вредная Медитация А медитация Могу сказать Как человек Который практикует Уже там Больше уже 12 лет Ну вот скажи Ты каждый день это делаешь? Я не каждый день это делаю Нет Нет Ну иногда я это делаю 30-40 минут Иногда час бывает сижу А иногда 10-15 минут И уже достаточно Суть просто в чем Что самое главное Чтобы в начале Научиться Достаточно Просто В дисциплину Это все ввести Да И научиться Не думать о том Что если ты сейчас думаешь Вот вроде села медитировать Очищать свое сознание Да Потому что основная задача Медитации Успокоить ум Да Найти целостность себя По сути Душа, тело и разум Да Вот соединиться И первое время Невозможно будет Очистить сознание Это просто Только практикой И 15-20 минут Нужно в начале Первые месяцы А то и годы Сидеть в медитациях И не обязательно Тоже каждый день То есть хотя бы Периодически Раз там В 2-3 дня Ну идеально конечно Каждый день Хотя бы 5-10 минут Да Но просто отлавливать Вот эти мысли И раз так Хоп Заметил Что думаешь Все Отпустил И не винить себя За то Что ты о чем-то Подумал Да Это нормально Просто нужно Время Чтобы приучить Мозг Тому Что ты им Управляешь А не он тобой Потому что Вот эта мыслемешалка Она неосознанно Происходит Мы не осознаем Какие мы мысли Часто думаем Это очень важно Понимать И самая Большая ценность На самом деле Которую Мне кажется Я создал Со своей командой Экспертов Это именно то Что мы создали Систему Которая позволяет Людям В режиме онлайна С любой точки мира У нас там Сейчас из 6 или 7 стран мира Ученики Там Германия Дубай Кипр Латвия Эстония Украина И люди Просто я в том году Начал заниматься Индивидуально с людьми Там тоже внедрять Медитацию Правильное питание Но это с предпринимателями И это моя личная работа Она Ну Не дешевая А мы в итоге Создали систему Которую человек Может проходить онлайн И Проходить урок Делать домашнее задание Куратор проверяет То есть там Необходимо его сделать И В итоге человек Получает Право выбора То есть Я очень люблю Такую вещь Говорить Что Настоящее право выбора Возникает тогда Когда есть из чего выбирать Когда нам говорят Что вот живи вот так Вот как нас научили В школе А в школе И в институтах Нас не учат Тому как правильно спать Тому как восстанавливать энергию Тому как быть стрессоустойчивым Тому как кормить правильно Свою там микробиоту Например Да Слушай Ну вот прошло много лет Я сейчас лично понимаю Что касается школы допустим Да Меня учили геометрии Алгебры Географии Литературе А жить нифига не учили Вот Ты понимаешь что проблема Да И мы по сути сделали Институт биохакинга То есть Мы вообще создали Российскую федерацию биохакинга И институт биохакинга То есть по сути Вот нам дают инструкцию По управлению Там айфоном Да Или автомобилем И причем Каждые 10-15 тысяч Мы на наших автомобилях Меняем Масляный фильтр Масло Там колодки Еще что-то Куча всего порой А иногда 100 тысяч Вкладываем там Заменитый ремень ГРМ Там или еще что-то А инструкцию По управлению нашим телом Нашим сознанием Нам не давали В школе К сожалению Так вот Мы по сути сделали Такой институт Который дает Инструкцию По управлению Телом И сознанием Чтобы человек Смог жить Той жизнью Которой Которой можно жить У нас у всех Заложен Очень мощный Биологический потенциал И если вы не родились Это я вот К зрителям Обращаюсь С какой-то Серьезным С каким-то серьезным Заболеванием Врожденным То у нас у всех Есть здоровье От природы И ввиду того Что мы живем Вот в этом образе жизни В городской среде Которая по сути К здоровью не ведет К сожалению Да Нам необходимо Применять суперфуды Медитацию Правильное дыхание Правильную воду пить Обязательно Научиться правильно отдыхать Выезжать чаще На природу Это необходимо Потому что Есть еще такое понятие Как аэроионы Это воздушные витамины В городе Их практически нет А вот на природе Возле водопадов В горах На море Мы насыщаемся Вот этими Аэроионами Этими воздушными витаминами Никита Смотри У нас остается буквально минута Я тебя вот о чем хотел спросить Быстренько ответь Пожалуйста Ты говорил О потенциале И есть мнение Что Ну якобы Вот если все соблюдать И если все будет хорошо То человек может прожить Там 150-200 лет Вообще Вкратце Сколько правд В этих словах Есть ли она вообще здесь Да Два момента Первое Прям быстренько Уже ученые доказали Что ресурс наших органов От 300 до 600 лет Вот уже неплохо Мне нравится А мы их успеваем убить За 40-50 Это первое Мы их убиваем Конечно Сам человек Ну просто Нас не учили Тому как вот Их очищать Тому как личное восстановление Происходит и так далее И это первое А второе Очень важное Что нужно понимать Что Если Прям 20 секунд у нас Да Слушай А давай договорим потом А я думаю Что мы увидимся Еще услышимся Это же очень интересная тема На самом деле Друзья Вы сами выбираете Какой вам жизнью жить И если Просто Включить осознанность И пойти в эту сторону То информации Становится очень много Главное захотеть Куч по биохакингу Никита Метельца Был с нами Никита огромное тебе спасибо Приходи к нам еще Пока Счастливо До свидания Друзья Пока